Репортёр 73 Скорый автопарк В отношении к 2016 году наш бюджет или бюджет скорой медицинской помощи вырос в 3 раза и составил 34,5 миллиона. Чем сегодня живёт скорая помощь Ульяновской области? Трамбуют ногами, кладут в лужи. Если там у нас на ямах вода, влажность при температуре 220 градусов, она моментально выкипает, так как у нас температура кипения воды 100 градусов. Какая она? Технология ремонта дорог? Как оградить детей от разрушительного интернета? Мы в поиске, но тем не менее мы работаем и с родительскими комитетами, работаем с собой, молодёжью. На очередном заседании Городской думы рассмотрели 37 различных вопросов. И вновь мы начинаем с информации об очередном ЧП на дорогах. И снова автомобильная трасса М5 «Урал». Только на сей раз Николаевский район, где рядом с селом Курманаевка, разыгралась трагедия. Около 4 часов утра 29 марта на 720-м километре трассы М5 «Урал» около села Курманаевка в Николаевском районе легковушка ВАЗ-2114 лоб в лоб столкнулась с грузовым автомобилем «МАН». В результате 23-летний водитель и 28-летний пассажир «Жигулей» скончались на месте ДТП. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, а кровь водителя 14-й взята на анализ. 29 марта прошлого года правительство региона подписало с компанией «Феникс Менеджмент» соглашение о намерениях строительства лечебного корпуса со стационаром скорой медицинской помощи, отвечающего международным стандартам. Ровно год понадобился, чтобы проработать технические вопросы, а именно создать проект здания, который впишется в инфраструктуру города в общем и Ульяновского травмоцентра, на базе которого он будет расположен в частности. Подписание итогового соглашения запланировано на лето во время Петербургского экономического форума, сразу после чего начнется стройка. Это перспектива до 2019-го. А чем сегодня живет скорая помощь Ульяновской области? Отрасль здравоохранения в 2017-м получила около 3 миллиардов рублей из областного бюджета. Финансирование скорой помощи – это средства системы ОМС и региональная казна. В отношении к 2016-му году наш бюджет или бюджет скорой медицинской помощи вырос в три раза и составил 34,5 миллиона. Я считаю, что большое спасибо нашему министру, нашему руководству области по поводу того, что скорая помощь не остается в стороне и ей выделяется очень пристальное внимание. Выделенные средства планировали потратить на закупку машин в районах области. По закону срок эксплуатации автомобилей скорой помощи – три года, а потому обновление автопарка происходит регулярно. Станция скорой помощи в Ишеевке в 2017-м получила два новеньких УАЗа. Очень довольны этими машинами. Во-первых, сейчас нет таких поломок, которые были старые. Мы на это не теряем время, чтобы поменять эту машину. Ну и, конечно, по скорости уже, что старые машины, да, мы берегли там, как они тяжеловато ехали. Что касается городской станции скорой помощи, здесь выделенные средства тоже распределили на самое необходимое. Мы в основном закупаем медикаменты. В этом году закупаем форму зимнюю для сотрудников. Торги уже состоялись, ожидаем в течение 30-40 дней исполнения данного контракта. Оплачиваем услуги аутсорсера. У нас на станции автомобили находятся в аутсорсинге. Компания поставляет нам полностью оборудованные автомобили для перевозки бригад по городу. По нормам, которые были утверждены еще в советское время, автопарк формируется из расчета одна машина скорой помощи на 10 тысяч жителей. У центральной станции скорой помощи в аутсорсинге находится 45 машин. По словам медиков, этого достаточно. В день на станцию поступает около 900 звонков. Скоро Ульяновска слушает вас. Да-да. Квартира? Подъезд какой у вас? Этаж? Домофон есть? Телефон контактный? Диспетчеры принимают вызовы четко, последовательно задавая вопросы. Сначала адресы телефон. На случай, если связь оборвется, вызов будет зафиксирован. И бригада сможет выехать в любом случае. Затем уточнение симптомов, исходя из которых происходит распределение машин. От них и зависит время, за которое должна доехать бригада. В соответствии с порядком оказания скорой медицинской помощи, минимальное время доезда в течение 20 минут на вызовы экстренной категории. Сюда относятся ДТП, сюда относятся падения с высоты, ранения, сюда относятся различные травмы, которые происходят на предприятиях, травмы, которые происходят на улице. Вот эта категория вызовов, она относится к экстренным, и время доезда здесь 20 минут. Все остальные вызовы, которые относятся к неотложным вызовам, они обслуживаются по мере того, как у нас не будет вызова в экстренной форме. Четкого времени нет для выполнения этих вызовов. И скорая помощь четко делится по категориям срочности. Пациенты часто жалуются на медиков из-за долгого ожидания, при этом сами путают помощь скорую и неотложную. В любом случае все звонки записываются, а система ГЛОНАСС отслеживает время движения автомобиля с момента передачи вызова диспетчерам и до приезда по адресу. Несмотря на напряженный 24-часовой график, фельдшеры свою работу любят и на другую не променяют. В этом они едины, независимо от места работы. Будь то небольшая станция в Ишеевке или Центральная городская. Мне нравится моя работа. Мне нравится окончательный итог, когда на вызове больному стало лучше, состояние улучшилось, и мы видим отдачу своего труда. Становится на душе очень хорошо спасаем. Конечно, бывают случаи, когда больной уже тяжелый. Приходится через себя все пропускать. Но в этом и заключательная работа. На другую работу я не применяю. Я работаю уже 11-й год, с марта месяца. Ну, трудности какие. Но совсем приходится столкнуться с разными ситуациями. В день мы обслуживаем порядка 15 вызовов средних. Мы не сидим на месте, мы постоянно в движении. То есть мы не в кабинетах сидим, а выезжаем. Этим и нравится. Екатерина Мазуряк, Константин Никитин, репортер 73. Добраться за 20 минут до пациента – задача для водителей скорой помощи непростая. Особенно по разбитым дорогам. Одна из двух российских бед особенно проявляется весной, когда снег обнажает все дефекты асфальтового покрытия. Бороться с аварийными ямами дорожники пытаются. И на каких-то участках заплатки становится реальным спасением для водителей. В то же время на других рассыпаются достаточно быстро. 29 марта приступить к ремонту бригадам помешала погода. Не класть же асфальт в лужи. Это нарушает технологию. Имена и технологии укладки холодного и горячего асфальта расскажем сегодня в 19.30 в рамках очередного выпуска проекта «Вот эта дыра». Рамис Джабаров работает водителем маршрутного такси без малого 10 лет. Все это время колесит по ульяновским дорогам с утра и до вечера. Каждую весну Рамис, равно как и другие водители, сталкивается с одной и той же бедой. От асфальта остаются лишь огромные дыры. Спасение для ульяновских автомобилистов находится в этих мешках. Хранится в них так называемый холодный асфальт. Временная заплатка, которой с февраля по середину апреля городские дорожники латают дыры. Холодный асфальт должен храниться исключительно при комнатной температуре. Иначе он приобретет жесткий вид. Сейчас он больше напоминает тесто. Таким же он будет оставаться до момента, пока его не утрамбуют непосредственно в яме. Немалый ажиотаж среди пользователей соцсетей вызвал ролик, на котором дорожники утрамбовывают асфальт простым дедовским методом – ногами. В Дориемстрое поясняют – ничего смешного в этом нет. Напротив, так заплатка становится более надежной. При долговечности она специально сделана для временных работ. Временно, когда не допустить сильных разрушений дорог. В начале прошлой недели на вооружение дорожников помимо асфальта холодного поступило порядка 700 тонн горячей асфальто-битумной смеси. Эта установка называется кохер. В бочку помещается около 5 тонн литого асфальта. Хватает его для того, чтобы заделать примерно 40 квадратных метров ям на дорогах. Хранится литой асфальт на базе в селе Большие Ключищи при температуре 160 градусов по Цельсию. Непосредственно в кохере смесь нагревают до 220 градусов. Если там у нас на ямах вода, влажность при температуре 220 градусов, она моментально выкипает. Так как у нас температура кипения воды 100 градусов, абсолютно ямы сухие и однородная масса получается. Тем временем городское управление дорожного хозяйства опубликовало окончательный список дорог, на которых в этом году заменят верхний слой асфальта. А пока до начала глобального ремонта остаются чуть меньше месяца. Остатки полотна пытаются спасти ямочным способом. Иного пути попросту нет. Если не заделывать локальные выбоины, то от городских транспортных артерий не останется и асфальтовой крошки. А водители, попадая в очередную яму, продолжат с возмущением восклицать «Вот это дыра». Артем Петров, Олег Тоньшин, репортер 73. Ростех собирается печатать аналогии деталей двигателей, выпускаемых европейскими и украинскими компаниями, востребованные при сборке авиадвигателей для российских пассажирских и военных самолетов. Именно печать по технологии 3D-принтера. Для этого в Рыбинске планируется создать единый центр аддитивных технологий, первое изделие которого, предполагается, удастся получить и использовать в промышленных масштабах к 2025 году. Внедрение новых технологий позволит в три раза снизить время и в два раза сократить стоимость изготовления серийных деталей. Это абсолютно новая технология для российского двигателя строения и гораздо более экономически выгодная, чем традиционное производство, отмечают конструкторы. Не исключено, что двигатели с российскими 3D-комплектующими будут устанавливаться и на продукцию ульяновского авиазавода. А теперь коротко о других событиях из жизни нашего региона. 133 сухих аварийно-опасных дерева снесено в Ульяновске с начала года при плане в 742, сообщили в городадминистрации областного центра. В основу списков легли как просьбы жителей по конкретным адресам ликвидировать нависающие над ними угрозу, так и результаты обследования специалистами горзеленхоза. Работы частично проведены практически во всех районах города и ближайших пригородов. Параллельно сносу ведутся работы по глубокой обрезке крон. Из более чем шести сотен запланированных деревьев 413 уже прошли неприятную, но необходимую процедуру. Накануне из Свияги достали тело утонувшего мужчины. О страшной находке в полицию МЧС сообщили рыбаки, проплывающие на лодке мимо острова, к берегу которого труп прибило течением. Сотрудники ПСС извлекли погибшего из воды и передали экспертом и криминалистам для установления причин гибели. Главное управление МЧС России по Ульяновской области призывает завершить сезон зимней рыбалки и отказаться от выхода на лед ради собственной жизни. Лед на водоемах области стал рыхлым, его прочность постоянно снижается. Ульяновские десантники прибыли в Таджикистан для участия в совместном командно-шнабдом учений вооруженных сил двух стран. 28 марта разведительные подразделения Ульяновского соединения воздушно-десантных войск России переброшены на аэродром Айни в Душанбе. Перевозка военнослужащих ВДВ осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации Ил-76. В ходе учений российским десантникам предстоит отработать практическое десантирование на незнакомые площадки приземления в горах в сложных климатических условиях. Выполнять задачи разведчики будут во взаимодействии с подразделениями Центрального военного округа и Вооруженных сил Таджикистана. С 2016 года в стране говорят об эпидемии африканской чумы свиней. По данным экспертов на территории России в этом году биолого-социальная обстановка оценивается выше уровня прошлых показателей. Велика вероятность широкого распространения болезней животных. В СМИ публикуются все новые случаи инфицирования. Республика Крым, Иркутская и Самарская область. Грозит ли опасность нашему региону? В России вспышки африканской чумы свиней наблюдаются уже с 2007 года. Первые очаги возникли на юге России, в Северо-Кавказском федеральном округе, после чего заболевание проникло в Центральные и Северо-Западные регионы, а также в Башкирию и на Урал. Заболевание опасно тем, что распространяется не только среди домашних свиней, но и среди диких кабанов. Их сезонной миграцией во многом и объясняется расширение территории, где наблюдаются вспышки. Нанесенный ущерб уже оценивается примерно в 30 миллиардов рублей и порядка 1 миллиона голов скота, без учета ущерба дикой природе. А несколько дней назад африканскую чуму свиней зарегистрировали и в Самарской области, в селе Гремячков Воростянского района. На частном подворье погибло 86 животных, на территории объявлен карантин. Первая зона, куда может проникнуть угроза после, село Владимировка, все свиньи, находящиеся здесь, подлежат обязательному уничтожению. Во время карантинных мероприятий в этом районе запретили торговать мясом, забивать и продавать этих животных. Предполагается, что владельцам выплатят компенсации за уничтожение свиней из расчета средних рыночных цен. Что касается Ульяновской области, регион остается благополучным. Межрегиональное управление Россельхознадзора приняли меры по недопущению и распространению опасного заболевания. Но поскольку Ульяновск граничит с Самарой, риск проникновения вируса остается высоким. Профильное ведомство призывает жителей строго соблюдать необходимые меры. Прежде всего, о правилах должны задуматься владельцы частных подворий и сельхозпредприятия, чья работа связана с разведением свиней и переработкой продуктов убоя. И в продолжении ветеринарной темы. 10 регионов Приволжского федерального округа, 12 команд, 36 студентов и одна победа. 27 марта в Ульяновске на базе сельхозакадемии стартовала Олимпиада профессионального мастерства по ветеринарии среди студентов среднеспециальных учебных заведений. Ульяновскую область представляют воспитанники колледжа агротехнологии и бизнеса УГСХ и Жадовского сельскохозяйственного техникума. В списке испытаний клиническое и лабораторное исследование животного, наложение швов, постановка диагноза, назначение лечения, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов питания и даже микробиологические исследования. Здесь посторонних людей нет. Не каждый сможет подойти и выполнять вот эти манипуляции все. Поэтому все ребята, которые особенно сюда приехали, они все знают, зачем учиться, любят свою будущую профессию, и поэтому приехали. Поэтому они и поступили сюда. Поэтому, еще раз повторяю, специально специфичные, и если человек учится, то, значит, учится по желанию. Желанию студентов действительно, хоть отбавляясь, специальность ветеринария сегодня открывает перед молодыми людьми множество возможностей. Ветеринарные инспекции, частные клиники для домашних животных, крупные животноводческие комплексы и частные хозяйства, таможенные службы и даже крупные сетевые магазины. Сейчас высококлассные специалисты-ветеринары на вес золота. А значит, и сам конкурс – очередная возможность проверить свои силы. У них открываются в этом плане новые перспективы совершенно. То есть, у некоторых из них совершенно другой взгляд на окружающий мир. То есть, они почувствовали себя как бы победителями, соответственно, получают какие-то гранты. Соответственно, есть вопросы высших учебных заведений, которые им дают у нас особые условия поступления. И работодатель к ним присматривается и приглашает. То есть, я, например, знаю по своему образовательному учреждению на каждого выпускника техникума три приглашения работодателя. То есть, у них, видите, какой выбор – это специальность ветеринария. Таким образом, основной целью Олимпиады является совершенствование практических навыков студентов, определение качества профессиональной подготовки будущих специалистов, внедрение передовых приемов и методов работы в животноводстве, повышение престижа специальности ветеринария. Победители и призеры в апреле поедут в Сергиев Посад на Всероссийскую Олимпиаду. Очередное заседание Городской Думы состоялось сегодня. На 35-й в этом году встрече депутаты рассмотрели 37 вопросов. Городская безопасность, преступность несовершеннолетних, льготы по земельному налогу, финансирование некоммерческих организаций, взаимодействие власти с культурно-национальными автономиями области. О главных изменениях в нашем следующем сюжете. Тема безопасности детей и подростков в России и в Ульяновске сегодня в особом приоритете. С нее начинается большинство важных заседаний и совещаний на всех уровнях властной вертикали. Политики и общественники-эксперты в области педагогики и психологии вырабатывают меры и методы, которые, во-первых, помогут уберечь детей от сомнительных занятий и компаний, а во-вторых, вывести взаимоотношения подрастающего поколения и родителей. Сложный вопрос находится и на контроле правоохранительных органов. Управлением МВД России по городу Ульяновску организовано проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение прав и законов интересов несовершеннолетних. Вопросы профилактики преступления несовершеннолетних рассматриваются как на совещаниях нашего подразделения, так и совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Изменить настроение в подростковой среде под силу самому молодому поколению. Через мероприятия, которые проводит молодежная дума, у детей среднего и старшего возраста стараются убрать из модели поведения тягу к деструктивному поведению. И затем через образовательные просветительские программы оградить детей от того же разрушительного интернет-контента. Мы в поиске, но тем не менее мы работаем и с родительскими комитетами, работаем с самой молодежью для того, чтобы... Ну, даже вот воскресное явление мы же видели, ведь 50% это подростки, это даже ученики пяток-седьмых классов, поэтому мы сегодня и к родителям-то обращаемся. Помимо молодежной политики в повестке стоял еще один важный вопрос. Депутаты огласили решение установить льготы по земельному налогу организациям авиационной промышленности в этом году. Планируется, что льготы пойдут на создание новых рабочих мест и улучшение условий труда на производстве. Ежегодно порядка 12-13 детских площадок на средства Авиастара устанавливаются в домовых территориях, там, где проживают наши работники. Мы готовы пойти дальше, готовы рассматривать уже не только установку детских площадок. Но и создание небольших спортивных комплексов для молодого поколения. Таким образом, город поможет авиационной отрасли развиваться, в том числе и в современных санкционных условиях, которые выдвинули на днях Соединенные Штаты. Анжела Забаштай, репортер 73. Почувствовать себя путешественником, познакомиться с множеством национальностей, населяющих земли России. Принять участие в географических конкурсах и мастер-классах смогут ульяновские школьники, студенты и их родители во Дворце творчества детей и молодежи. Фрегат Паллада – главное региональное географическое событие года, которое проходит вот уже седьмой раз. В этом году продлится с 29 марта по 1 апреля. Живая природа, уникальные экспонаты, исторические ценности и увлекательная программа. Географический фестиваль «Фрегат Паллада» на протяжении семи лет удивляет и знакомит ульяновцев с интересными площадками. Ну, цель нашего фестиваля, как всегда, это привлечение молодежи к изучению родного края, к познанию родного края. Потому что здесь можно на разных площадках узнать действительно о каких-то достопримечательностях исторических, географических, культурных, о народах нашей области. Даже кухне здесь можно увидеть, как приготовляют блюда и продегустировать их. Рассчитано все это, конечно, в первую очередь на молодежь, на школьников, студентов. Но и взрослые здесь тоже много увидят для себя интересного, нового. Действительно, все посвящено нашему родному краю. Ульяновская область многонациональная. Вот, например, представители чувашской культуры. С удовольствием делятся секретами национальной вышивки. А это трофей путешественника Анатолия Хижника. С 20 лет он начал исследовать культуру и традиции южного полушария нашей земли. Латинская Америка, страны Центральной Африки, Индонезия, Индия. Часть экспонатов он передал Димитровградскому краеведческому музею, который разместился на одной из площадок фестиваля. Сам же Анатолий Хижняк представляет гостям свою школу выживания. Здесь для детей мы так адаптировали небольшую площадку. Вот они там учатся делать уколы, делать искусственное дыхание, стрелять из лука. Изучают основные раскраски племенные индейцев Южной Америки, язык жестов и так далее. Одна из самых колоритных площадок – башкирская юрта. Здесь гости фестиваля окунутся в самобытный мир кочевого башкирского народа и узнают, как семьи вели хозяйство и обустраивали свои жилища. А еще познакомятся с необычными звуками национального инструмента «Курай». Посмотреть, потрогать, примерить и даже почувствовать себя настоящим путешественником или исследователем. Полный любопытства и интереса глаза детей говорят сами за себя. Выбрать, какая площадка понравилась больше всего – задача не из легких. Но это и ни к чему, ведь здесь у ребят цель – узнать и увидеть как можно больше. Мне понравилась скалолазная лестница, ворон. Мне очень понравился этот фестиваль. Более 40 интерактивных зон – настоящий праздник для любознательных ребят. Уникальные маски народов мира, древние ископаемые, метеорологическая лаборатория и многое другое. С 29 марта до 1 апреля с 10 до 16.00 площадки фестиваля «Фрегат Паллада» открыты для ульяновцев и гостей города. Екатерина Мазуряк, репортер 73. Читайте в 13 номере «Аргументов и фактов» 29 марта. В последнем мартовском номере основная тема – как можно прожить на нашу зарплату и какие льготы и выплаты от нас скрывают. Кстати, на 4 странице рассказ о том, почему Симбирский дом подает в суд на ОДН и какие нормативы они насчитали на электричество. АИФ отвечает на основные вопросы времени – не утонем ли в паводок, нет, заверили в МЧС, все под контролем, а также какие льготы предусмотрены для многодетных и почему так важно родить третьего ребенка. Какие деревья спилят, когда придет весна и почему наш институт гражданской авиации попал под санкции? Острую тему затронул один из читателей на второй полосе. Почему в Сурском не остается ценного леса и даже исчезает лесополосы? Почему учитель географии показывает ученикам лес в Мордовии и в Чувашии, а не на Суре? Гостем номера стал ульяновский фотограф Юрий Топчаян, который считает, что к фотографии нужно относиться как к виду искусства, например, живописи. Продолжаем тему «Бессмертного полка» и печатаем 100 слов об участнике Великой Отечественной Василии Андрееве. Присоединяйтесь к акции. Аргументы и факты рассказывают читателям, как выгодно участвовать в организуемой газетой ярмарке «Квартир», какие новые тенденции и технологии представляются на этот раз. Медполоса о послеродовой депрессии, симптомах хронической усталости и как обмануть энцефалитных клещей. И, конечно же, самая полная программа передач телеканала «Репортер 73». Кировская фабрика обуви уже 10 лет занимается ремонтом сапог и ботинок по всей России. Теперь и в Ульяновске мы принимаем обувь для ремонта и реставрации. Наши мастера производят замену подошвы, подгонку обуви по размеру, смену фасона, регулировку толщины каблука и высоты подошвы. 31 марта. Заволжье. Торговый центр «Велис». Первый этаж. 1 апреля. Засвияжье. ДК «УАЗ». С 10 до 18.00. И 2 апреля. ДК «УАЗ» с 10 до 15.00. Принимаем обувь в любом состоянии. Телефон 8 909 717 73 77. Цветочный стиль, превосходный декор, секреты и нюансы в нашем салоне «Цветы и штучки». Карла Маркса 17. Где живет красота? Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия, новейшие системы очистки и подогрева воды, а также лояльные цены. Все это бассейн «Буревестник». 6 25-метровых дорожек способны одновременно принять до 70 человек. На базе комплекса действует массажный кабинет, где сеансы проводят одни из лучших специалистов города. Массаж оказывает пользу для нервной, сердечно-сосудистой и лимфатической систем, улучшает кровоснабжение, укрепляет опорно-двигательную систему. Телефон для справок 440285. «Буревестник». Быть первым, быть лучшим. Левушкино студио. Стиль, актуальность, креатив. Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства. Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день или запоминающийся для торжественных событий. Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек. Тематические дни для любимых клиентов. В Левушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь. Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки, а также моделирование и окрашивание бровей, маникюр. Левушкино студио. Меняет образ и дарит радость. Улица Пушкинская, 4А. Телефон 700949. Репортер 73 продолжает конкурс «Я люблю». Признавайтесь в любви своим близким. Расскажите, почему вы любите Ульяновскую область. Делитесь своими талантами и выигрывайте призы. За лучшие видео, зрительские симпатии, за активность и нестандартность. Вас ждут наши спонсоры. Музеи, театры, кафе и развлекательные центры. Партнер конкурса «Я люблю сегодня» – музей занимательных наук Эйнштейна. Место, где привычное представление науки переворачивается буквально с ног на голову. А с 25 марта по 3 апреля, помимо основной экспозиции, посетителей ждет знакомство с уникальной выставкой «Тайны человеческого организма». Ее экспонаты являются единственными экземплярами в России. Подробные условия конкурса на сайте телеканала 3wreporter73.tv. Делитесь своими талантами и любовью и получайте призы. И в завершении выпуска важная информация от «Репортера 73». Запомните телефон рекламного отдела 304173. Здесь есть все – от рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки. Звоните 304173. И вы в эфире. Это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня.